Вольксваген Вольксваген атакует мировой рынок электромобилей, агрессивнее, чем подросток атакует интернет, когда дома никого нету, вместе с лосьоном для рук. Первый квартал 2022 года был самым лучшим для ваговских электромобилей, и самая популярная машина была ID.4. ID.4 хорошо уходит не только в Китае, но и в Европе, в Америке и, конечно же, в Узбекистане. По моим данным, больше 50% всех импортируемых электромобилей в Узбекистане являются в ваге. ID.4 выглядит хорошо без капли агрессии и запугивания. Видно, что дизайнеры насмотрелись National Geographic перед работой над ID.4. В машине есть что-то от природы, что-то спокойное и приятное. Дизайн интересный у всех моделей ID. ID.5 выглядит как маленький X6, а ID.6 выглядит как гигантский ID.4. Я обожаю эти умно сделанные диски. Огромные 20-ые, которые сделаны для идеального прохождения по воздуху без шума. И это приятно. Эти диски такие же молчаливы, как моя бывшая после многократных прогулок по чужим спальням. Мне нравится, как гармонично пластик защищает весь низ машины. Передние арки закрыты пластиком. Причем очень плотно. А задние материалом. И шумка на очень хорошем уровне. Спереди у нас дисковые тормоза, а сзади барабанные. Тормоза работают хорошо, но барабанные тормоза в таком реально хорошем автомобиле – это разочарование высочайшего уровня. Это как делать предложение любимой девушки в Макдональдсе. Вроде как дело сделал, но дама недовольная. Иллюминация спереди красивая и футуристическая. А самое главное – она яркая. А сзади чуть-чуть не хватает яркости, особенно с нашим узбекским солнцем. Но расположение каждого стеклышка притягивает взгляд. И хочется смотреть внимательно, куда дальше посветит этот красивый стоп-лайт. Багажник гигантский по сравнению с пропорцией автомобиля. В багажнике есть все нужные зарядки и мини-шиномонтажка с клеем вместо запаски. Под капотом и под автомобилем у нас батарейка объемом 83 кВт. Выдает это добро 200 л.с. и с 0 до 100 ID.4 разгонится за 8,5 секунд. Реальный запас хода 400 км. Если постараться, можно выжить 450 км. Также есть надежные распорки. Я бы хотел поставить распорки по всему автомобилю. Конечно, я потеряю нереальную мягкость. Но зато машина будет залетать в поворот очень агрессивно. У интерьера есть много интересных инженерных решений. Первое это стеклоподъемники. На четыре стекла у нас три кнопки. Передние стекла открываются с помощью передних кнопок, а задние открываются с помощью кнопки Rear. Можно отпустить все четыре стекла сразу при помощи комбинации трех кнопок. Нажмите Rear и держите эту кнопку. Она начинает мигать, а потом вы нажимаете передние две и все четыре стекла отпускаются. Переключатель скоростей уникальный и прост в использовании. Когда вы садитесь в машину, ничего не надо заводить. Нажимать просто сел, включил и поехал. И это приятно. Экран спидометра не режет глаза и на него приятно смотреть. Экран на приборной панели отвечает на все запросы быстро. Но климат-контроль здесь у нас не кнопочный. И мне, как седому пузатику, нравятся кнопки на климат-контроле. Кнопки, которые здесь есть, дают приятный звук. И вы уверены, что ваша команда будет выполнена. Отдача прямо она такая натуральная. Как будто машина с вами разговаривает. Педали мне напоминают мой скоммуниженный Волкман, который у меня украли в 2001 году в лагере. Подлокотники волшебные. А самое главное кожаные. И они хорошо поддерживают мои жирные локти. Материалы по всему салону достойные. Мне нравятся сидения и кожа по бокам. Строчка, где она есть, она правильно сделана. Подсветка сзади работает с помощью магии. И места сзади достаточно. Вы сидите в огромном пространстве и ничего на вас не давит. Дверные ручки работают нежно. При легком касании дверь открывается сразу. А при нулевом заряде надо жестко потянуть за ручку и тогда откроется дверь. В салоне сидеть приятно и интересно. Хочется все потрогать, все посмотреть и вам будет весело. Здесь очень легко забыться. Особенно с огромной панорамной крышей и USB портами вы можете просто сидеть в немецком просторе и ни о чем не думать. Как только АДИ-4 вышел на рынок, у первых партий, вот прям первые 200-300 машин, были проблемы. В основном с системой АБС и кондером. Но все быстренько исправили и сейчас все надежно и практично. АДИ-4 это очень интересный электромобиль, который дает миллиард лошадиных сил. Вот такое ощущение, потому что вы едете, он начинает кидать, то есть машина не спит вообще. Понятное дело электромобиль, но ее там 207 или 204 силы, они вообще не ощущаются на 204 силы. Машина готова рвать и рвать постоянно. То есть есть электромобили у того же самого Volkswagen, которые спят. Вы нажимаете газ, она так и потом начинает ехать. То есть вот этот тупизм есть у нее. Здесь нет, здесь вот все продумано. Вот это очень приятно. Потом с 20-ми дисками в ее сегменте машина мягкая, без пневмоподвески. Вот тут лежак. Она поглощает прям. Она поглощает. Я проехал сейчас почти на 30 на этом лежаке, поэтому она выдержала для 30 километров очень хорошо. Теперь сама обстановка здесь комфортно. И вообще, то есть вы просто едете спокойно точки А до точки Б. Не скажу, что это прям захватывающее ощущение. Я имею в виду именно как вот ехать в салоне. Нет, обычный бак. Да, есть только из будущего, правда, но обычный бак. Но когда вы гоняете на ней, она начинает по-другому себя вести. Во-первых, она рулится и рулится хорошо. Она в поворот ходит хорошо. Она держит. Вы чувствуете отдачу, где есть у нее именно лимит на повороте. Где она сейчас потеряет цепкость, а где будет держать дальше. Каждый баллон причем, передний привод, сзади вообще не чувствуя. Но у нее нету тоже такого, что вот задний привод, вааа, где-то там гуляет. Такого нету. Держится стабильно, да. В основном я его чувствую, как передний привод, он дает нормальную мне отдачу. Он мне говорит, куда, что, как делать, где хватит, где не хватит, где его будет подзаносить. То есть от рулежки есть информация, и это очень приятно и очень нужно. Но если ездить как нормальный человек, адекватный, в принципе, никаких претензий у меня к автомобилю нет. Даже вот этот маленький монитор, просто вот как телефон-монитор, телефон-спидометр, тоже, я думаю, вечером глаза не будет бесить. Всю информацию он дает, некоторые может не понравиться. Пишите в комменте, как вам, считаете вы ли ущербным этот монитор, или нет, или наоборот, в принципе, достойным. Сейчас мы проведем тормоза на спорт-режиме. Тормоза чуть-чуть спят. Очень много интересных разных фишек, которым нужно время привыкнуть. Как только вы к ним привыкнете, вы понимаете пользу от этих всех фишек, которые есть здесь. Спасибо большое за просмотры. Пишите комменты, ставьте лайк. Как вам машина? Мне очень интересно ваше мнение. Не забываем про проект Food for Life УЗ. И также огромное спасибо салону Авторитет. Если вам интересен этот автомобиль, вы хотите его купить. Ссылка в описании, номер тоже внизу в описании. Берегите себя. До свидания. Айди-4 очень интересный электромобиль, который нежданчиком вместо 200 сил дает вам миллиард. Потому что эти 200 сил, они не чувствуются вообще как 200 сил. Чувствуются как будто... Это бонус. Ай, малолетка. Ай, малолетка. Низавет, нажимается клетка. Давайте выключим уже спорт режим, а то вы меня шатаете туда-сюда. А где спорт? Мод, 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 мод. Комфорт. 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 Учите уроки английский. Сейчас мы в комфорт режиме, приезжаем тот же самый лежать, примерно по 30 километров. Она же вообще проехала. Она же еще проехала, и это же оказалось.